В дворце спорта юбилейный растопили лед и постелили татами. Тверь по традиции принимала Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет. Он стоит в европейском календаре соревнований и является рейтингом. И это престижно. Таких соревнований всего 4 в Европе, которые дают баллы для спортсменов. Рейтинг. Состязания приобрели статус рейтинговых постепенно. В Кубок Европы вырос международный турнир «Тверские надежды», который впервые прошел в столице Верхневожья более 20 лет назад. В 2009-м «Надежды» были включены в единый календарный план Европейского союза дзюдо. Еще через год старты официально начали проводить в статусе Кубка Европы. И теперь в Тверь непременно приезжают сильнейшие атлеты континента. Иностранные команды имеют право выставлять только двоих спортсменов в каждой весовой категории. Российскую сборную представляют 6 борцов в каждом весе. Отдельной командой выступают представители Тверской области. В этом году очень большое представительство разных стран. У нас в этот год приехало 22 страны. То есть идет очень серьезный отбор первенства Европы и мира. То есть ребята набирают рейтинг свой. Спортсмены всех стран. И наши выставили шестерку наших спортсменов. И плюс мы как хозяева выставили еще один состав. Тверской этап один из семи. Остальные турниры проходят в Хорватии, Турции, Португалии, Румынии, Германии, Чехии и Польше. По итогам этих стартов будет сформирована сборная команда России для участия в первенстве Европы и юношеских Олимпийских играх. Естественно, дзюдоисты выкладывались по полной, чтобы добыть заветные баллы. Два дня на татаме велись упорные поединки. Юноши и девушки выискивали слабые места в подготовке оппонентов, продергивали их, подсекали и бросали. Победа доставалась самым техничным и выдержанным. Третье место в командном зачете завоевали украинские борцы. Второе – представители Венгрии. Но безуговорочным лидером стала сборная России, в активе которой оказалось 13 из 16 золотых наград, а также 11 серебряных и 23 бронзовых медалей. Приятно осознавать, что свою лепту в триумф национальной сборной внесли тверские спортсмены. В весе до 73 килограммов на высшую ступень пьедестала почета поднялся Батыр Нуралиев. А в категории до 66 килограммов второго места добился Никита Булатов. По окончании турнира на татаме юбилейного три дня шли занятия в международном тренировочном лагере. Отточить свое мастерство здесь смогли не только участники Кубка Европы, но и приезжие спортсмены из центра России и стран ближнего зарубежья. Субтитры создавал DimaTorzok